И следующий доклад делает всем известный Виктор Николаевич Адров, генеральный директор компании «Ракурс». Виктор Николаевич, если можно, сэкономьте нам пару минут. Постараюсь, да. Это тяжело сэкономить. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я действительно попытаюсь сэкономить время по причине того, что я хотел сделать такую обобщенную презентацию. Здесь много говорят о ракурсе фотомодии. Мне бы хотелось дать просто краткие характеристики компании, чем мы занимаемся, какие у нас есть продукты. Я уверен, что далеко не все знают, какие у нас есть продукты. Ну и, соответственно, рассказать о каких-то наших новых разработках крайне кратко, потому что дальше пойдут презентации моих коллег. Здесь данные характеристики основной деятельности ракурса. Прежде всего, конечно, это разработка фотометрических систем. У нас есть производство, мы работаем тесно с поставщиками космических данных, занимаемся опытно-конструкторскими работами. Ну вот и здесь я, может быть, должен немножко ответить Джасмину на его предложение, потому что вот если смотреть на все задачи, которые решаются на рынке при обработке данных дистанционного зондирования, как вы знаете, есть одна часть работ связана с получением метрики и извлечением метрической информации, другая часть работ – извлечением тематической информации. И наша бизнес-миссия состоит в том, что мы ставим себе задачу проводить фотограмметрическую или метрическую обработку любых данных, которые доступны на мировом рынке, и, соответственно, получать любую возможную информацию. То есть нельзя объять необъятные, поэтому, когда говорят о наших потенциальных конкурентах, допустим, PIX4D или продукты фотоскана или еще другие продукты, каждая из этих систем сосредоточена на одних данных. Например, PIX4D занимается только беспилотной съемкой. Мы обрабатываем огромный пласт космических данных, и это требует очень много времени. А ГИСов там до недавнего времени, во-первых, тоже занимается только аэросъемкой, съемка центральной проекции, до недавнего времени не имел стереообработки. Поэтому, ну, я не говорю про лидарные данные, есть огромное количество продуктов, специализируются на обработке данных лазерного сканирования. То есть мы в свое время думали, но поняли, что нельзя объять необъятные. Ну, сегодня ракурс, как вы видите, количество людей, страны, где мы работаем, огромное количество снимков поставляем, делаем очень много производственных работ. Это видные слайды, будем экономить время. Вот здесь бы хотел сказать опять, когда мы говорим о фотомоде, это не только цифровая фотограмметрическая система. Помимо продуктов, которые классическая цифровая фотограмметрическая система, известная всем, у нас есть некоторые специализированные продукты, такие, как, допустим, фотомод-конвейер, о чем тоже будут говорить коллеги. Это специализированные решения для огромных компьютеров, такие кластерные решения с активным использованием параллельной обработки и, соответственно, с попыткой сделать полностью автоматические циклы, однокнопочные решения. Ну, есть достаточно известный продукт геомозаик, который продается отдельно для создания бесшовных ортомозаик. Продукты UAS уже упоминались. Вот есть специализированная система, называется фотомод-радар. Вот здесь задавались вопросы, уже пошли, начали возникать вопросы об обработке радарных данных, и завтра будет доклад на эту тему. И у нас еще есть немалое количество полезных и, главное, бесплатных приложений, утилит, которые можно загружать с нашего сайта. Пожалуйста, пользуйтесь, они бесплатные, но очень часто помогают в работе. Локализации даны на различные языки. Ну, языки популярны, связаны с активностью наших дилеров, наших друзей. Вот этот слайд очень любят коллеги из Гексагона. Каждый раз, поскольку они 25 лет нас слушают и всегда говорят, что вот этот слайд у вас самый удивительный и замечательный. Я, конечно, было бы время, хотел бы рассказать о многих пользователях, об их специфике. Ну, вот просто скажу, что вот как-то в мире мы достаточно активны. В России, ну, наверное, в России эта фотограмметрическая система не, наверное, а точно самая известная, потому что основные предприятия в России – это предприятия Роскосмоса, Роскартографии, оборонного комплекса, Министерство обороны, очень активно используют наши фотограмметрические системы. И, как я уже говорил, наша цель – проводить полномасштабную фотограмметрическую обработку использованием на входе всех доступных данных, чтобы обрабатывали и космическую съемку, и съемку центральной проекции, и радарные данные. Причем съемку центральной проекции мы поддерживаем, и камеры, аэросъемку мы поддерживаем, и камеры АДС, и камеры Vision Map, которые имеют свою специфику. Ну, и в результате этой обработки получать всю требуемую информацию, которую можно получить в результате фотограмметрической обработки. Ну, поскольку система фотомод является универсальной, я не буду говорить о том, что мы проводим все виды фотограмметрической обработки, получаем различную информацию. Достаточно кратко о продуктах, которые вот не принято так, не часто говорят, в основном про цифровые, говорят про нашу полную цифровую фотограмметрическую систему, но вот, как я говорил, у нас есть и другие системы. Фотомод Геомозаик достаточно активно используется, это продукт для создания бесшумных мозаик, естественно, в автоматическом режиме, и есть достаточно большое количество пользователей. Фотомод Радар – это вообще огромнейшая система, это целый пласт данных. Сейчас радарная съемка очень интересна, космическая радарная съемка, которая становится все более и более популярной. И Александр Чекурин завтра расскажет об этих продуктах уже в наш космический день. Фотомод UAS неоднократно упоминался, мы решили сделать в свое время упрощенную версию, ну, наверное, это неправильно говорить упрощенную, наверное, специализированную версию для обработки данных с беспилотных летательных аппаратов. Во многом, естественно, там использовались наработки с нашей полнофункциональной цифровой метрической системой Фотомод, но, наверное, основное отличие состоит в том, чтобы пытаться сделать продукт для другой ценовой ниши и сделать его более автоматическим. Потому что, как вы знаете, когда возникло, популярно стало использование беспилотников, в эту нишу пошло огромное количество людей, которые, многие из которых не имели счастья учиться, допустим, в МИИГАИКе, иметь профессиональное фотограмметрическое образование. Поэтому надо использовать, делать какие-то более упрощенные продукты для обработки беспилотных данных. Ну, вот говоря об автоматизации, вот здесь показаны на слайде основные фотограмметрические операции, которые используются при фотограмметрической обработке. Большинство из них полностью автоматизированы. Естественно, все мы понимаем, что иногда требуется коррекция операторов, но это в зависимости от того, какой тот или иной конечный продукт вы хотите создать. В современном развитии фотограмметрии мы работаем с огромным количеством снимков, поэтому требуется параллельное... И развитие вычислительной техники позволяет нам проводить параллельную обработку, распределенную обработку так называемую. Поэтому мы очень много работаем над тем, чтобы распараллеливать операции, ориентировать их на многоядерные системы, на кластерные системы, даже работая в компьютерной сети, чтобы ускорять обработку и выполнять операции, которые можно распараллелить. Вот сейчас мы примерно относимся к фотограмметрии как просто вот набору операций, какое-то количество кирпичиков. Из этих кирпичиков, в принципе, можно создать любую фотограмметрическую систему, ориентированную на полностью автоматическую обработку. Вот в последнее время мы начали часто использовать у себя в компании термин цепочки, либо термин конвейер. Это означает, что, допустим, к потенциальному пользователю он хочет обрабатывать там только космические данные, только такого-то типа и получать только такой тип конечной продукции. Вот из этих блоков можно создать автоматические вот такие цепочки, однокнопочные решения. Но, кстати, это очень важно еще в последнее время, вот создавая, вот говоря о конвейерах, создавая вот такие цепочки, вот фотомод конвейер, типовой пример. Вот, как вы знаете, есть поколение Z. Вот в последнее время эта вот молодежь, она не хочет, развитые молодые люди не хотят думать о том, что там есть сложные вещи, надо там изучать какой-то софт, где огромное количество и сложные интерфейсы. Поэтому идеальным решением является, дай мне несколько кнопок, чтобы я нажал несколько кнопок и получил конечную продукцию. Это вот так называемое поколение Z. Хочется получить все и очень быстро. Ну, вот современное развитие фотограмметрии позволяет в том числе удовлетворять их желание создавать вот такие автоматические цепочки или вот такие системы, ориентированные на серьезные вычислительные средства и работающие в полностью автоматическом режиме. Вот Дмитрий Кочергин немножко расскажет о конвейерах в следующих докладах. Другая важная тема, над которой мы очень много работаем, это облака, облачные вычисления. Как вы понимаете, сейчас вообще, как я уже повторяю, что для современной фотограмметрии требуются совершенно новые вычислительные средства. Не каждая компания, тем более мелкая компания, может позволить себе купить кластер или позволить себе купить очень дорогостоящую вычислительную технику. В то же время очень сильно развивается интернет, поэтому вот мы уходим в облака, в хорошем смысле этого слова, вычислительные облака и начинаем активно работать с поставщиками облачных услуг. И Андрей Сеичин расскажет в своем докладе, что мы делаем в этом направлении. Ну, я должен сказать, что завтра будет выступление доктора Райзмана, который расскажет о новой компании, которую он создал и которая предоставляет услуги облачного сервиса. Вот говоря об облаках, нельзя забывать о том, что фотограмметрия, она, конечно, очень автоматическая, но вот как мы поняли из выступлений, которые были сегодня, что стереовекторизация по-прежнему нужна людям. И мы тогда задумались, если все уходят в облака, как же сделать так, чтобы все-таки остались возможности для стереообработки. Вот мы начали работать в направлении на профессиональном языке, наверное, это у нас называется тонкий стереоклиент, когда на удаленном компьютере потенциальный фотограмметрист не должен, не устанавливая себе никаких дорогостоящих систем, включая фотомод, он подключается к облаку и работает на вычислительных средствах, которые находятся очень далеко, используя себя как только стереоклиент, осуществляя стереообработку. Об этом тоже будут подробно рассказывать. И, наконец, наверное, из последних достижений, что вот мы придумали, придумать мы придумали технически, но пока не очень понимаем для чего. Вот сейчас, сегодня в России проходит съезд кадастровых инженеров, где наш коллега будет показывать, на русском языке мы это назвали доступной фотограмметрией, на самом деле можно ее назвать дешевой фотограмметрией, но это другое слово. То есть это возможность реализации фотограмметрии с использованием вычислительных средств стоимостью, скажем так, в несколько тысяч рублей или стоимостью до 50 долларов. Вот Андрей Сечин покажет образец доступной фотограмметрии, которая реализована на базе, вот это вся фотограмметрическая станция, да, реализована на базе смартфона. Ну и, наконец, хорошо, я в 12 минут только. И, наконец, о бесплатных приложениях обязательно пользуйтесь, скачивайте. Здесь есть бесплатные приложения, которые могут помочь в реализации очень даже дорогостоящих проектов. Они могут быть полезны для вас. А я еще раз призываю скачать конкретно на этой конференции продукт под названием фотомод-геокалькулятор, потому что он вам потребуется завтра вечером, если вы хотите выиграть очень серьезный и важный приз. И, в заключении, наверное, вот о фотограмметрии какие-то общие вещи. Вот куда идет фотограмметрия, почему она развивается. Развивая фотограмметрию, думая о развитии фотограмметрии, мы должны учитывать следующие факторы. Прежде всего, кому нужны конечные результаты. Результаты это обработки. Какие эти результаты должны быть? Вот появляются 3D-модели. Соответственно, каждый поставщик фотограмметрических решений должен иметь у себя возможность создания подобных 3D-моделей, как векторных, так и в виде облака точек. То есть мы должны учитывать мнение потребителя. Появляются новые сенсоры, новые платформы. Я не говорю о беспилотниках. Это, в общем-то, достаточно стандартные технологии. Взял дешевую камеру, поставил на дешевый самолет, отклибровал камеру. Это, в общем-то, здесь с точки зрения фотограмметрии ничего нет. Здесь есть, скорее, такие экономические аспекты. Но появляются новые космические сенсоры, новые радарные системы. И вот здесь надо каждый раз учитывать, как эти сенсоры развиваются, писать что-то специально для реализации этих продуктов. Конечно, на развитии фотограмметрии очень сильно сказывается развитие вычислительных средств, о чем я упоминал. Ну и наша задача разрабатывать новые алгоритмы, смотреть, кто что в мире придумал. Вот в своем развитии мы пытаемся учитывать все эти аспекты, чтобы наши технологии соответствовали мировому уровню. Ну и заканчивая свое выступление, поскольку коллеги будут рассказывать подробно, я вот здесь, наверное, еще раз повторюсь, что фотограмметрический прогресс технологий зависит от развития сенсоров, развития платформ. Это влияет в том числе на прогресс фотограмметрических систем, развитие вычислительных средств. Мы все стремимся к тому, чтобы современные фотограмметрические системы имели максимальную производительность. А для того, чтобы они имели максимальную производительность, были экономически эффективны, мы должны автоматизировать все фотограмметрические операции. Это основная цель нас, как разработчиков новых фотограмметрических систем. Конечно, надо упомянуть про облачные технологии. Я думаю, что бум, который происходит с развитием облачных технологий, приведет к тому, что поменяется концепция. Вообще использование фотограмметрических систем будет более популярно. Не покупать себе полномасштабную станцию, а заключать договор с каким-то облачным сервисом, платить ему уже какие-то деньги за час, два, за сутки, за месяц использования системы, решая свои конкретные задачи. Мы должны говорить о том, что мир трехмерен. И вот здесь очень много говорилось о создании трехмерных моделей. Эти модели разные, это длинная дискуссия, какие модели нужны. Там модели в виде облака точек, или мы часто называем эти модели растровыми, модели векторные. Но конечной целью создания и получения пространства информации это создание информационных систем, которые нужны людям. Это будущее. Будь это информационная система, это умные города, может быть это будут информационные системы, которые будут ориентированы на потребителя, но прежде всего это должны быть информационные системы, а не отдельные продукты. Ну и наконец фотограмметрия становится доступной, надеюсь дешевой и мобильной. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Мне кажется, лучше вопросы сотрудникам компании Ракур задать в самом конце. Вот всем нам троим мы уже выберем, кто из нас будет отвечать.